Глава двадцать восьмая. О тлении и гибели. В славянском о истлении. Име тления обозначает двоякое, ибо оно обозначает эти человеческие страсти – голод, жажду, утомление, прокалывание гвоздей, смерть или отделение души от тела и подобное. Сообразно с этим значением мы говорим, что тело Господа было подвержено тлению, ибо все это он воспринял добровольно. Но тление обозначает также и совершенное расторжение тела на те стихи, из которых оно сложено, и уничтожение, каковое многими лучше называется гибелью, в славянском языке – истлением. Тело Господа не узнало этого по опыту, как говорит пророк Давид, «Яка не оставиши душу мою во ади, ниже даси преподобному твоему видите истление». Псалом 15, стих 10. Итак, подобно безумному Юлиану и Гаяну, говорит, что тело Господа, сообразно с первым значением тления, было нетленно прежде воскресения, нечестиво. Ибо если оно было неистленно, то не было одной и той же сущности с нами, а также и призрачно, но не поистине произошло то, что говорит Евангелие, случилось голод, жажда, гвозди, прободение, ребра, смерть. Если же это случилось только призрачно, то и таинство домостроительства было ложью и обманом, и он по видимости только, а не поистине, сделался человеком. И призрачно, а не поистине, мы спасены. Но нет. И те, которые говорят это, да лишатся участия в спасении. Мы же получили истинное спасение и получим. А что тело Господа нетленно или неистленно, сообразно со вторым значением тления, мы исповедуем так, как передали нам богоносные отцы. Мы, конечно, говорим, что после воскресения спасителя из мертвых, тело Господа нетленно и сообразно с первым значением. Ибо через свое тело Господь даровал и нашему телу, как воскресение, так после этого и нетление, сам сделавшись для нас начатком и воскресение, и нетление, и бесстрастие. «Подобает бы тленному сему облещися в нетление». Первое послание к Коринфянам апостола Павла, глава 15, стих 53, говорит божественный апостол. Первое послание к Коринфянам апостол.